МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я хочу найти работу, где могу общаться по-английски и совершенствовать свой уровень. Ведь понимаю, что практика – самая важная часть для знаний. На курсы Максим Муравицкий пришел с начальным уровнем английского. Спустя четыре месяца он выше среднего. Первый месяц был очень сложным, думаю, для всей нашей группы. Мы смеялись, что программу первого месяца пришлось продлить на второй. А потом появилась какая-то уверенность, навыки. Очень ощущалась помощь педагога. И в финальном результате я всеми нами очень доволен. О курсах Максим узнал еще воюя на Донбассе. Учиться пошел сразу по окончанию контракта. Теперь в руках сертификат о новых знаниях. Максим Муравицкий. Всего курс закончили 16 украинских бойцов. На занятиях готовились к реальной жизни. Писали резюме и проходили собеседование на английском. Учились и в игровой форме. К примеру, бросали мяч, запоминая слова. Последнее в шутку припомнили педагогу на выпуске. В честь окончания мне подарили вот такой большой мячик, как символ нашего успешного и веселого обучения, с автографами всех студентов. Вот. Так что хвастаюсь, хвастаюсь. Бывших военных педагог Анна Белова обучает два года. Говорит, делает акцент на практическом применении языка. Пойдем песни, смотрим видео, стараемся общаться как можно больше. В принципе, вообще курс направлен на то, чтобы как можно больше студентов разговаривали, чтобы их разговаривать. Программа НАТО по поддержке бывших военных действует в Украине с 2000 года. Ее цель – поддержать бойцов во время социальной адаптации. Люди воспринимают НАТО как военный альянс. Но в первую очередь НАТО – это альянс ценностей и принципов, поддерживающий демократию. Сотрудничество с НАТО в этой программе очень важно. Мы знаем, это отличная возможность для таких людей улучшить английский и повысить шансы на трудоустройство, а также интегрироваться в мирную жизнь. С 2015-го программу в Украине расширили. Лишь в прошлом году обучение прошли почти 800 бойцов. Мы провели 36 курсов в 14 регионах. Около половины слушателей – бывшие участники АТО или ООС. Также с 2014 по 2018-й мы провели семинары по психологической реабилитации для 8 тысяч военнослужащих. В этом году обучить английскому собираются 900 украинских военных по всей Украине. Организаторы говорят, после курса в работу находят 90% их выпускников. Любовь Задорожная, Сергей Илинский, ЮЭТВИ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин